Я хочу представить, меня зовут Жанна Ложевская, я кандидат мастера спорта по шахматам и тренер по шахматам. Я сейчас работаю в шахматной школе и в одной обычной школе, просьбой как педагог, допустим на образование. Я хотела бы начать с нескольких простых вопросов. Пожалуйста, если знаете это, поднимайте руку. Итак, первый вопрос. Знаете ли вы, кто сейчас чемпион мира по шахматам? Одну руку подняли, хорошо. Среди мужчин или среди женщин? Это устоявшаяся формулировка чемпиона мира по шахматам. То есть им может быть как мужчина, так и женщина. В языке вот так. Есть чемпионат мира среди людей. Есть отдельный чемпионат мира среди женщин, в котором умеют выступать только женщины. Хорошо, первый вопрос был такой. Второй вопрос. Знаете ли вы хотя бы одного чемпиона мира по шахматам за всю историю шахматов? Так, две руки, три руки, четыре, пять. Отлично. Все знают хотя бы одного чемпиона мира по шахматам. Третий вопрос. Знаете ли вы, кто сейчас действующая чемпионка мира по шахматам? Ну, очевидно, среди женщин. Так, ноль рук. А знаете ли вы хотя бы одну чемпионку мира по шахматам за всю историю этих соревнований? Так, три руки, отлично. Ну, смотрите, да, здесь у нас, к сожалению, не такая большая выборка, чтобы что-то об этом говорить. Ну, все равно все знают хотя бы одного чемпиона мира по шахматам за всю историю этих соревнований. И, ну, далеко не все знают хотя бы одну чемпионку мира. Никто не знает действующего чемпиона мира по шахматам. Ну, действующего чемпиона мира по шахматам… Я могу ошибаться, на самом деле, да? Ну, говори, говори. Мне почему-то стало фамилией Каряки, но я могу вообще… Ну, он играл на последний матч на первенстве мира, он его не выиграл, и он не чемпион, но хорошо, он как бы один из лидеров шахматов. Окей, хорошо. Вот, а мне, на самом деле, причем я пойду дальше, просто любопытно, можете ли вы назвать вот чемпионок мира, про которого вы поднимали эту руку, про которую вы думали, когда говорили? Ярослав Костенюк. Почему же про него забыл? Александр Костенюк. Да, Костенюк, отлично. А вы можете сказать… Иосилияне. Кто? Иосилияне. 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 Сейчас, подождите секундочку. Иосилияне. Я знаю, кто это. Я просто пытаюсь помнить… Мне кажется, Иосилияне… А, нет, Александреяне была чемпионом мира, а Иосилияне была… Да, хорошо. Ну, там была целая приятная грузинских шахматисток, и да. Хорошо. — Чуть-чуть ты даже биографию читала, мне кажется, не Костенюк, это была какая-то другая, может, и Селя, и Селя. — Там была целая плеяда грузинских шахматисток известных, там, наверное, самая известная была Нонага Приндашвили, она была очень долгая чемпионка мира, потом была Майя Чубарданидзе, они, наверное, более известные. Майя Чубарданидзе как-то в 90-х годах задержали, по-моему, в петербургском метро, может быть, в московском, по подозрению на то, что она террористка. — Была история про двух сестёр, что одна… — Косницевы? — Как? — Косницевы? — Ну, они здесь сестра одна, нет, они не обе играли в шахматы, то есть одна стала заниматься шахматами, а вторая не стала, вторая стала вообще чем-то другим, то есть они начинали вместе, их там отец учил играть в шахматы. — Это, наверное, про сестёр Погар. Но мы про них ещё и сегодня поговорим, потому что это отличный феномен шахматной, ну, вообще интересная история. Тем не менее, да, вот я уверена, что, ну, из моих знакомых вообще статистики и исследований, там, публикаций про шахматы, про мужские шахматы известно очень много, ну, как минимум все слышали фамилию Каспарова, да, ну, то есть, я не говорю про Гарпова, про прочих там русских чемпионов, русских советских чемпионов мира, там есть ещё много других известных, как Фишер и так далее, да. Женскими шахматами всё гораздо печальнее, очень многие люди вообще не знают не то, даже не то, кто сейчас действующий чемпионов шахматом вообще, не могут даже сказать, ну, особенно, допустим, поколение помоложе, да, те люди, которые сейчас нет гегемоний советских шахматисток, поэтому нет такого внимания там шахматам у нас, поэтому молодые люди, в принципе, хуже следят за шахматами, да, особенно за женскими. Вот. Почему так? Ну, кажется, что это очень сильно напоминает историю спорта вообще. Вот мы только что смотрели ролик про мужской спорт, много чего можно сказать, да, и люди там про это знают, про женский спорт. Нет, я ничего не знаю, я знаю очень мало, кто встал, когда чемпионат мира по футболу с этой женщиной. Вот. Здесь интересный момент. Кажется, что шахматы тоже напоминают вот эту ситуацию, как и везде в спорте. Есть один момент. Шахматы, в отличие от большинства других видов спорта, это такой вид спорта, где физические различия, они не первоочередные, да, то есть шахматы – это прежде всего как бы интеллектуальная игра, да, это там соревнования мозга. Физическое состояние шахматиста очень важно, шахматисты, шахматистки очень важно, он играет важную роль профессиональный шахмат, но оно не является определяющим, как, например, в футболе, в баскетболе, да. То есть… Оно реально имеет значение? Да, оно имеет значение, потому что, например, если ты играешь в профессиональный шахматный турнир, он длится каждый день, ну, допустим, шахматный турнир с классическим контролем, в течение девяти дней, да, то есть, ну, минимум, да. Ты должен вот этот день, первый день, играешь сколько-то часов в шахматы. Ну, допустим, шахматная партия может длится шесть часов. И ты в этой концентрации должен пробыть девять дней. Проблема в том, почему требуется хорошая физическая подготовка. В шахматах, если ты играешь, например, в футбольный матч, ты выиграешь за счетом 10-2, ты можешь успокоиться. Ну, тебе вряд ли забьют десять голов за пять минут, да. В шахматах, если ты выигрываешь партию, да, очень редко бывает так, что, когда играют профессионалы, что кто-то нагло сильнее другого, там, соперник, и, там, за десять ходов выигрывает, да. То есть обычно это очень-очень долгая напряженная борьба. У тебя очень небольшое преимущество, которое ты постепенно реализовываешь, там, в начальной стадии, в середине, там, и в конце меншпли, ну, так называется шахматная партия, ты, наконец, удовольствиешь дело до победы. И пять часов ты строил свою вот эту вот, там, не знаю, вывышенную позицию. И ты сделал одну ошибку, и ты можешь партию проиграть. То есть все пять часов напряженной работы ушли под хвост, как-то у нас говорится, из-за одной какой-то маленькой ошибки, из-за какой-то потери концентрации, не знаю, там, то есть твои физические силы, они очень важны в твое физическое состояние. Именно поэтому такие шахматисты, как, например, ну, вот Гаверий Каспаров, да, если может, помимо, там, во время своего расцвета, да, там, занятия шахматами, помимо, там, ежедневной шестичасовой работы над шахматами, два-три часа уделял спорту. Ну, не только, да. Да, я готовилась просто, узнала интересный факт, то, что бывшая теннисистка Анна Щеквитадзе как раз тренировала Харякина в последнее время, занималась его... Спортивной подготовкой. Да, спортивной подготовкой занималась. То есть там у профессионального шахматиста, вот, там, Сергей Харякин, да, там, ну, как-то наш шахматист, который в ноябре играл два матча на Переста Мира с Манусом Харусом. Ну, чем-то у меня, пожалуй, сейчас Манусом Харусом. И помимо того, что у Харякина огромный штаб шахматный, который занимается шахматной подготовкой, да, там, ни один, ни два, ни три человека, у него целый спортивный штаб, да, то есть там, люди, которые занимаются его физической подготовкой, ну, вот, там, известный спортивный, да, там, его, там, эмоциональная подготовка, там, психологическая и так далее. Ну, то есть это прям работа не одного человека, а целой команды. Вот. Но, тем не менее, если мы... Это все важно, вот, физическая стадия шахматиста, но, тем не менее, на первую очередь все равно выходят какие-то показатели, там, работы мозга, памяти, там, вообще шахматное мышление, ну, и так далее. То есть здесь различия между мужчинами и женщинами, они не такие, да, то есть, как бы, все мы знаем про, там, деление, там, видов спорта мужской и женский, да, то есть, допустим, если сейчас будет играть мужская команда по футболу и женская команда по футболу, то женщина, ну, просто будет не в состоянии, там, бегать на таком большом поле с такой же интенсивностью, как мужчина, да, то есть, там, не знаю, какой-нибудь Кубок России, где, там, 1-16 или 1-32, с которой они начинают, да, и где женские команды тоже могут играть, там, вот, женские команды, там, проигрывают с счетом 6-0. То есть на больших полях они просто не в состоянии играть. С мужчинами когда-нибудь? Да, вот, ну, не знаю, про теннис я не так много знаю, но, допустим, скорость подачи мужчин, она выше, да, ну, то есть, как бы, там, средняя, да, чем у женщин, да. В шахматах это не так. Тем не менее, у нас есть вот это деление на мужские и женские шахматы. И у нас есть популярность, ну, как бы, у шахмат мужских все-таки есть какая-то определенная популярность. Люди знают про это, ну, тем более, в нашей стране, да, там, традиционно, может быть, не такая, как была там в Советском Союзе, да, но, тем не менее, это важно. А про женские шахматы, ну, как бы, там все гораздо печальнее, да, сейчас все становится лучше, но вот почему вообще такая ситуация, да, то есть там несколько причин. Ну, во-первых, можно сказать, там, разрыв во времени возникновения между, там, мужские, там, профессиональные шахматы не женские. То есть первый матч на первенство мира по шахматам среди мужчин он состоялся, там, в 1886 году. Но до этого мужчины тоже играли и, там, получали даже какие-то призы, там, ну, это все, не было каких-то вот официальных, прям, матчей на звание сильнейших шахматистов планеты, да. Ну, и с 1886 года это более-менее регулярно проводится. А первый матч среди женщин, он случился только уже в 20 веке, в 1929 году, первой чемпионкой мира по шахматам среди женщин стала Вера Мельчика. Ну, и долгое время, там, до самой смерти, там, в 44-м году, она была, там, непререкаемым лидером женских шахматов. Вот, сейчас, да. Ситуация, ну, почему, допустим, то есть, да, мужчины начали раньше, их было больше, они шли в шахматы, во многих каких-то, там, традициях это вообще поддерживалось, ну, то есть, например, там, там, еврейские культурные традиции шахматы считаются, там, важным элементом образования, да, то есть, там, ну, не знаю, в шахматах есть такая, там, какая-то поговорка, или не поговорка, как это сказать правильно, что шахматы без евреев – это как океан без канадцев, да, ну, то есть, там, вот, еврейский ребенок с детства учится играть шахматы. Но в основном учатся мальчики играть, потому что мальчикам это нужно, важно, и вообще это, ну, как бы, там, не знаю, мальчиков готовят быть технарями, да, шахматы помогают развитию, не знаю, абстрактного мышления, да, концентрации, памяти и так далее и тому подобное. Вот, то есть, вот этот разрыв во времени возникновения привел к тому, что уже к середине двадцатого века в шахматы играло очень много людей по всему миру, и в основном играли мужчины. И женщин было гораздо-гораздо меньше, и многие женщины, в том числе первая чемпионка мира по шахматам мячика, она, например, вынуждена для того, чтобы вообще получать достаточный игровой практику, ну, то есть, вот, поддерживать луны, и она даже, турнир среди женщин просто так много не проводилась, она вынуждена бывает участвовать в мужских турнирах, да, для того, чтобы, ну, иметь какую-то там форму. Все это в какой-то момент привело к тому, что, вот, чемпион мира по шахматам, ну, Бобби Фишер, вот, экстравагантный, там, чемпион из Америки, он в какой-то момент сказал такую фразу, что, ну, женщина в шахматы не умеет играть, вот, я могу любой женщине дать фору коня и все равно выиграть у нее партию. И, наверное, на тот момент это было правдой, да, ну, то есть, может быть, кто-то там мог его выиграть, да, но, в целом, да, Бобби Фишер реально мог дать фору коня и выиграть, там, ну, у профессиональной шахматистки, да, и, ну, это показывало огромный разрыв, да, ну, то есть, вот мы имеем вот это, вопрос у кого-то был? У меня как раз был такой, такой и был вопрос, были ли прецеденты, играли ли, ну, да, женщины на соревнованиях, ну, какой общий, да? Да, да, я вот сейчас про это тоже расскажу. Ну, то есть, вот, у нас вот такая вот ситуация, которая, в принципе, сложилась, если мы говорим про историю шахматов, и у нас, на самом деле, разная система организации мужских и женских чемпионатов в мире по шахматам. То есть, у мужчин, там тоже долгая история, по-разному это все проводилось, но вот как сейчас это складывается, есть 10 тысяч чемпионов мира по шахматам. В нашем случае Магнус Карлсон. И для того, чтобы кто-то стал следующим чемпионом мира по шахматам, он должен обыграть Магнуса Карлсона. Не в каком-то турнире, а вот в отдельном матче за звание чемпиона мира по шахматам. Человек, который пытается его обыграть, получает звание претендента. А как выбирается этот претендент, да? То есть, там есть целый отборочный цикл, там, ряд соревнований, по которому, там, человек, ну, самый достойный из всех прочих шахматистов, самый сильный, играет матч с чемпионом мира. Если он выигрывает в чемпиона мира, он следующий чемпион мира. Не выигрывает, чемпион мира остается чемпионом мира и ждет следующего претендента, да? И, ну, это достаточно, как бы, кажется, справедливо, да? Более-менее. Ну, вот, то есть, я там чемпиона мира, кто-то тут прошел какой-то отборочный цикл, доказал, что мы лучше других, играет со мной. В женских шахматах происходит совсем другая ситуация. В женских шахматах каждые два года чемпионка мира определяется в общем турнире, ну, как бы, нокаут-системой. То есть, у нас есть 128 шахматисток, ну, по рейтингу, да, от первой до, там, 128-ой, и они играют на вылет. И если даже ты действующая чемпионка мира по шахматам, но ты, например, вылетел, там, в четвертьфинале, то все. Ты перестал их быть, и в этом чемпионате мира чемпионкой стал совсем тот другой. То есть, раз в два года чемпионка мира – это вот, ну, какая-то такая система, которая, ну, нельзя сказать, что это лотерея. Прям лотерея, конечно, там, должна быть сильной, должна уметь выигрывать и так, но почему-то мужчин такого нет. То есть, мне было бы очень интересно посмотреть, как Магнус Карлсон, например, вот выдерживает вот такую вот нокаут-систему из двадцати восьми участников самых крутых в мире, потому что любой турнир, ну, как бы, там, не знаю, Каспар не проваливался, да, потому что там, ну, как бы, это был Каспар, да, там, 15 лет он, там, за вот те 15 лет, когда он был чемпионом мира, он, может быть, в год проигрывал одну-две-три партии, да, как бы, после него, ну, вот все чемпионы мира, да, они там в турнире могут одну-две-три партии проиграть. И вот эта вот доля случайности, ну, то есть, как бы, не такой большой разрыв между чемпионом мира, чтобы там можно было гарантировать победу чемпиона мира вот в такой нокаут-системе. Вместе с тем, женщины должны такое проходить. Ну, то есть, да, раз в два года у нас вот случается вот такая вот нокаут-система, и в следующем году победитель этой нокаут-системы играет с претенденткой, как бы, которая тоже выиграла, ну, вот, в течение отборочного цикла набрала больше всего количества очков, ну, то, что называется гранд-честер. Ну, то есть, система, в принципе, сама по себе несправедлива, да, то есть, там, для мужчин гораздо проще получить какого-то там действующего чемпиона мира, который бы за сколько-то лет сохранял это звание, да, от этого уже может идти популярность. То есть, там, например, тот же Маймус Карлсен, да, он выпускает какие-то приложения, они очень классные, там, я их очень практикую, там, среди своих учеников, да, там, они его очень любят, но, тем не менее, как бы, это бы не очень работало, если бы он не был действующим чемпионом мира и не оставался им в течение какого-то там значимого времени, да. Если бы каждые два года у нас менялась чемпион мира по шахматам, да. А женщины, получается, ну, как бы, никто особо за ними не следит, потому что, ну, как бы, они меняются. Вот. Это вторая ситуация. А у нас очень сильные… Да. Какая система разрабатывает? О, это наша прекрасная шахматная организация ФИДы, вот, к которой очень много вопросов, и, ну, это вообще отдельная тема, вот. По-хорошему, это называется, там, ну, вот, как-то там есть ВИФА, там есть ВИБА, еще что-то, но вот ФИДы, это, наверное, там, просто вверх коррумпированности, вверх, я не знаю, какой-то устаревшей системы, которая, может быть, шахматам, на самом деле, больше вреда делает, чем пользы, да, ну, то есть, там, очень много, много примеров про нее, там, рассказывать, ну, это просто очень долго, ну, в общем, они разрабатывают эти системы. Может, это очень странно, да, там, если с точки зрения простой логики рассуждать, да, почему не взять под копирку, да, тут два… Ну, да. Да, ну, то есть, это даже усилий меньше, там, взял все регламентирующие документы, поменял там местами то, что можно поменять местами, да, зачем воротить целую какую-то такую систему, то есть, какая логика за этим стоит? Смотрите, ну, вот я думаю, честно, мне кажется, что недостаточно популярны женских шахмат. Вот от чего это идет, да, во-первых, ну, как бы, вот у нас есть финансирование шахмат, да, и в общем, в целом, и у нас нет отдельного финансирования женских шахмат, а финансирование просто шахмат? Ну, по факту, это финансирование мужских шахмат, и женские шахматы должны от этого пирога просто урвать какой-то кусочек, да, то есть, нет отдельных программ, да, нет, допустим, ну, есть отдельные программы, но они идут не от фида, то есть, там, в Америке очень много делают для развития шахмат, ну, вот, наверное, там, Америка сейчас переживает шахматный бум, там, очень много частных инициатив, но нет вот этого какой-то системы, да, то есть, разница вознаграждения огромная, да, то есть, не знаю, вот мужской, допустим, вот этот отборочный цикл Grand Chess Tour, который, да, ну, там, где-то миллион евро, допустим, да, призовой фонд, это немного по сравнению, там, с другими видами спорта, но, тем не менее, допустим, вот ты выигрыш классический этап какой-то, вот в Лондоне сейчас будет в ноябре, вот, там, супер турнир, да, там, победитель получит 160 очков, там, к зачету, там, с билем, да, и он еще получит, там, не знаю, 75 тысяч, там, евро или долларов вместе, да, а женщина получит 10 тысяч за победу, вот, в аналогичном турнире, да, ну, как бы, окей, хорошо, мужчина может получить, вот, последний турнир был в Сент-Уэссе, там были не классические шахматы, а быстрые шахматы, победитель Ливон Аронян там получил 37 с половиной тысяч тонн, наверное, вот, но женщина получит 10 тысяч, ну, то есть, это вообще совсем немного, и это один из самых таких, ну, в принципе, смешных дней, да, то есть, как бы, у нас этап в Кубке России по шахматам, там, в Питере, там, на Мариамче-Горино, один из этапов, да, который, там, так, не знаю, я езжу, да, да, я там не занимаюсь призом Анастасии, там занимаюсь прекрасмейстеры, но там приз первое место, там, 300 тысяч рублей, допустим, да, ну, то есть, это почти сопоставимо вот с этим, не знаю, 10 тысяч долларов, приз, там, за один из лучших женских турниров, да, вот, естественно, какое-то такое вознаграждение, оно не привлекает спонсоров, ну, в смысле, там, там, очень сложно найти спонсоров. Простоянная проблема с нахождением места для женского чемпионата мира по шахматам, последний чемпионат мира по женским шахматам должен был состояться в 2016 году, по факту он состоялся в 2017 году, потому что долго не могли найти организаторы, и в итоге он проводился в Иране, вот, было отдельное, очень сложное историо с этим чемпионатом мира, потому что, как бы, понятно, что в Иране женщина не может ходить без хиджаба, да, без складка какого-то, и было обязательное условие для любой шахматистки, которая поедет туда, она должна будет быть в хиджабе. Этот чемпионат мира бойкотировала сильнейшая, ну, сильнейшая шахматистка сейчас, действующая чемпионка мира по шахматам, она создала петицию с требованием к фиде перенести турнир, не организовывать его в Иране, потому что нарушает права женщин, ну, это как бы нарушает права участниц, да, ну, то есть, там, тебя заставляют делать что-то, понятно, что ты готов играть шахмат, да, ну, это твой выбор, как ты будешь одеваться, как ты будешь выглядеть, да, ну, плюс, там, проведение в Иране способствует, ну, не знаю, какая права, какая ситуация с правами женщин в Иране, да, проведение каких-то таких масштабов турниров способствует наложению контактов с Ираном и так далее, ну, то есть, была, там, огромная петиция, да, там, ее поддержали, там, в том, не только женщины, да, то есть, как бы часть шахматистов бойкотировала этот турнир, в итоге он получился очень слабый, например, победительница, вот, текущая чемпионка мира по шахматам, она, по факту, там, даже не вторая, там, по силе, там, среди женщин, но, вот, она действует чемпионка мира, да, вот, ну, и поддержали, там, тогда вот эту же всю петицию, там, известные шахматисты, типа Каспарова или, там, Найджел Шорт, ну, то есть, там, в том числе, какие-то мужские, люди из мужских шахмат пришли и сказали, что, ну, правда, что вы творите, ну, то есть, как бы, такое ощущение, что, вот, женские шахматы могут делать, вот, просто как хотим, вот, эта ситуация, потом, что еще важно, есть, как бы, система подготовки шахматистов, и шахматистов, и, на самом деле, она отличается, то есть, казалось бы, вот, воспитывая их одинаково, но, вот, у нас, в России особенно, очень многих, конечно, все дело, там, от тренера зависит, но, у нас система строится так, что, допустим, есть прекрасный турнир «Белая водя», да, там, перевест среди школ, который формируется каким образом? Вот, у нас есть четыре доски, на первой доске сильнейший, там, и так далее, на четвертой доске обязательно должна играть девочка, мальчики не могут играть, а это, как бы, говорит о том, что, ну, вот, там, хотя бы, чтобы одна девочка играла, да, и, как бы, что из этого следует? Вот раньше, если была сильная девочка, например, и была еще какая-то там девочка послабее, девочки в каких-то школах, и московская, вот это была проблема и на Московской шахматной федерации, сейчас, по-моему, такого уже нет, вот, например, нельзя было, чтобы две девочки играли, то есть нельзя было девочке играть на доске среди мальчиков, ну, хотя бывали такие школы, например, три сильные девочки и, там, не знаю, какой-то более-менее один сильный мальчик, а во-вторых, ну, это первый момент, хорошо его сейчас нет, есть такой момент, что, допустим, если ты сильная девочка, ты, на самом деле, могла бы лучше развиваться, если ты играла на первой доске, да, то есть с твоим уровнем шахматистов, да, но ты должна играть с девочкой, да, ты там наберешь топроцентный результат, но, как бы, тебе это, твоему шахматному уровню, твоему опыту это вообще никак не поможет, но тебя туда поставят, потому что ты девочка, ну, то есть, я почему говорю, что это наша система, потому что ты точно знаешь, что, например, подобная система в Англии так не строится, там вообще неважно, там четыре доски, хоть там, кто играет, хоть там четыре мальчика играет, если девочка, то, может, на второй доске играет, а на первой доске, ну, то есть, как бы, нет, вот, то есть, это вот, опять-таки, наша система, ну, и плюс я не говорю про то, что некоторые тренеры считают, что если ты девочка, тебе не нужна такая серьезная дебютная подготовка, да, то есть, мы тебя не будем учить так спортом, да, а в итоге мы получаем шахматисток, которые не так хорошо подготовлены, вот теоретически, да, ну, то есть, как бы, у них не такой хороший теоретический волк, да, ну, если не буду в шахматах подробности даваться, но их так воспитывают, и потом, ну, то есть, мужчины, да, у которых изначально большая конкуренция, да, там, сильнее подготовка, еще и тренеры, которые, там, делают, ну, вот, как бы ставку на этих мальчиках, да, то есть, там, ее, в принципе, не готовят так серьезно, как мальчика, даже если она пошла в шахматную школу, там, не знаю, в какую-нибудь, там, школу олимпийского резерва, и так далее, да, ну, и я не говорю, что это вообще, там, все так делают, но это очень частая ситуация, или, допустим, можно встретиться в каких-нибудь детских книжках, не знаю, допустим, тема, там, дети, там, научили их одеть, двигать фигуры, дети, там, начинают повторять, да, за своих соперников, ну, и, там, допустим, такая тема, повторюшки дяди-хрюшки, да, ну, как бы не быть повторюшкой дядей-хрюшкой, и, там, автор, много уважаемый тренер пишет, что, вот, дети, новички очень, там, в особенности девочки очень любят повторять за своим соперником, ну, то есть, и вот такое мы встречаем сплошь и рядом, да, то есть, откуда вот это взялось, ну, и так далее, то есть, вот, там, система подготовки, да, которая, ну, на самом деле, в чем проблема, да, то есть, я уже говорила про недостаточную популяризацию шахмат вообще среди женщин, да, ну, среди девочек, да, то есть, изначально их не готовят, то есть, там, не знаю, их просто меньше, да, то есть, там, при, там, среднем выборе, не знаю, отдать девочку на балет или шахматы, ну, там, не знаю, там, на танцы, на рисование, да, мало кто поведет его на шахматы, да, то есть, ты не будешь шахматистом, но тебе это все равно очень полезно, потому что шахматы – это очень полезное дело, а девочки, ну, как бы, нет, вышиваем их, вот, то есть, мы имеем тут какую-то проблему со стереотипами, да, то есть, как бы, по-хорошему, вот эта ситуация, это идет, пока вот мы не поменяем вот эту систему, допустим, почему, например, там, те же самые шахматы, вот, Россия, Советский Союз долго была, там, как бы, просто лидером шахмат, в мужских, в женских, ну, в женских, там, не знаю, до середины девяностых, ну, до девяностых, хорошо, она была, там, конца 80-х, может быть, там, 50 лет, вот, лидером шахмат, да, а потом перестала, ну, потому что вот эта старость, мы видим, была в Китае, мы видим, была в Америке, и там совсем по-другому все это преподносит, там нет вот этих старых стереотипов, там не сама система не строится, то есть там, конечно, они есть, понятно, но там не встретишь такое, у нас, например, в Москве, в этом году точно, может, и раньше проводится, допустим, прекрасный шахматный турнир среди ведущих шахматисток Москвы, ну, там, в России, по факту, да, и он называется матч брюнеток против блондинок, вот, ну, то есть, это полная дичь, а полная, а еще большая дичь, то, что в этом все наши шахматистки с радостью участвуют, ну, то есть, как бы, люди не стоят, они говорят, вы что, серьезно, ну, как можно такое организовывать, вот, в 21 век, да, как можно в таком участвовать, нет, они с радостью идут и в этом Вот, то есть, вот у нас такая система, вот, а что, как бы, почему вообще я говорю, что, ну, вот, на самом деле, вот мы имеем вот эти все причины, да, и по факту мы потом сталкиваемся с стереотипами, которые говорят о том, что вот, женская логика, женщины все равно, там, даже в шахматы, где нужно просто, вот, там, не знаю, вот, давайте мы, там, ну, все говорят, что это разница в физических различиях, а вот мы возьмем шахматы, там нет, вот, не важна, допустим, да, там, ну, или не так важна там разница в этих физических различиях, и тем не менее, почему-то женщины играют хуже, чем мужчины, да, вот это вот типичный, там, аргумент, да, почему, ну, наверное, потому что все-таки у них какая-то своя женская логика, наверное, все-таки мужчины умнее, наверное, все-таки от природы они, там, ну, способнее и так далее, да, но прочие кухонные аргументы, да, которые мы можем слышать, а по факту, вот, я сейчас вам просто немножко расскажу про два, две истории из женских шахматов, первая это Юдит Полгар, вы уже сегодня эту фамилию Стерл Полгар слышали, она, чем она знаменита, ну, вот и было три сестры, их воспитывал отец, ну, отец и мать, они получили домашнее образование, все три, Юдит очень рано стала профессиональной шахматисткой, она в 15 лет в 4 месяца уже была красмейстером, мужским красмейстером, а в шахматах еще разные звания, и женский красмейстер, и мужской красмейстер, и у меня родится между ними 200 пунктов, вот, ну, и если ты женский красмейстер, то ты как бы, нету красмейстера, типа, вот, и эта вся система продолжает сохраняться, и там всячески, ну, как бы, не отменяется все деление, то есть у них все все идет, там, на детских тринадцатых и так далее, вот, Юдит Полгар становится женским красмейстером в 15 лет в 4 месяца, это на тот момент рекорд, ну, как бы, среди вообще всех, она становится, предыдущий рекорд, это не для Жабоби Фишеру, который говорил, что я пожертвую, ну, я дам форум коню, коня любой шахматистке и все равно ее выиграю. И вот Юдит Полгар становится красмейстером раньше, чем сам Фишер за месяц, ну, как бы, на месяц бьет его рекорд, и вообще начинает очень хорошо выступать в мужских шахматах. И она приходит и говорит, что нет, я не буду играть в женских шахматах, ну, как бы, почему я должна играть в женских шахматах, ну, как бы, я такой же человек, да, я хочу быть там сильнейшей в мире, да, я буду играть в мужских шахматах. Она, ну, вот, каких она успехов добивается? Она становится, ну, ее наивысший рейтинг в 2005 году, там, несколько раз она входит в топ 10 шахматистов мира, номер 8 у нее в рейтинге. Что значит номер 8 в шахматах? Это значит, что ты, ну, просто там, супер классный, да, игрок. То есть на тот момент просто номером 1 был Каспаров, вот, ну, он же не был чемпионов мира, но он все равно был номер 1, ну, и он был мощный, да, то есть там, грубо говоря, там, Юдит Погар, она выигрывала и у него, и у Кранника, и у Магнуса Карлса. Ну, то есть она выигрывала очень многие чемпионы мира по шахматам, она там на равных боролась, там, ну, как бы, ее достижение номер 8 – это супер. То есть я вот не могу сейчас представить, да, там, другой, ну, представь, что там, не знаю, Реал Мадрид сейчас играет, там, на равных, там, с какой-нибудь, там, женской командой, да, такого нет. Вот у Юдит Погар вот эти все достижения были, да, ну, то есть она потом там отошла от шахмата, еще что-то. Тем не менее, вот, женщина, которая захотела играть среди мужчин, не стала участвовать в женских турнирах. Нормальная конкуренция, нормальная подготовка, ну, вот она добивается вполне себе нормальных успехов. Ну, ее, там, старшая сестра, бывающая панка мира по шахматам среди женщин. Ну, вот, там, тоже отдельная история. Вот сейчас ее, как раз, старшая сестра, Сьюзан, Сьюзан Погар, она делает очень много проектов для Америки. Ну, то есть там, тренирует, там, какие-то мужские сборные, у нее есть, там, академические программы для девочек, для мальчиков, для девочек и мальчиков, ну, то есть там есть специальные шахматные стипендии в университете и так далее. Вот. А второй пример, например, у нас есть, например, Хоуи Фай. Ей 23 года сейчас. Она сейчас не чемпионка мира по шахматам, но у нас сильнейшая шахматистка, как бы, мира. Ну, то есть у нее рейтинг на 100 пунктов выше, чем у чемпионки мира. Ну, вот я в чемпионат мира уже раз. Она поехала? Да, она не поехала, да, она не поехала. До этого она несколько раз остановилась на чемпионке мира по шахматам. Вот. А Хоуи Фай – вообще отличная история. Ну, то есть она из Китая, вот, у нас сейчас, в общем, китайские шахматы очень хорошо развиваются, и мужские, и женские. Ну, женские, они там, у нее конкуренция хорошо. Вот. У нее была такая история. Ей было 9 лет, она поехала на чемпионат мира среди девочек до 9 лет, уверенно, сняла там первое место. В следующем году ей исполняется 10 лет, она все еще может играть в чемпионате мира среди девочек до 10 лет. Она такая, ну, нет, пойду я среди мальчиков поиграю. Поехала, поиграла среди мальчиков, поделила первое и третье место, то есть внутри участника она обладает одинаковое количество очков, по коэффициенту дополнительному она оказалась третьей, но по-хорошему она сказала, что вот, я играю на равных с мальчиками. Окей, это до 10 лет. Когда исполняется 14 лет, она едет в чемпионат мира среди мальчиков до 18 лет. То есть девочек 14 лет и занимает там третье, седьмое место. Ну, то есть по коэффициентам это, там, пятое или что, или даже седьмое, неважно, но в общем, в 14 лет ты на равных играешь с ребятами, которым там 17-18 лет. Ну, она тогда же выполняет первую норму мужского кроссмейстера и такая, ну, поеду я на женский чемпионат мира, ну, среди, там, женщин. И как раз Holy Fine играла в том чемпионате мира с Костюнюк. Holy Fine на такой момент 14 лет, Костюнюк там уже 20 с чем-то. Holy Fine тогда проиграла. Ну, это, кстати, уже отдельная история, ну, мы сейчас не будем их касаться. Ну, то есть вот, в 14 лет ты получаешь звание кроссмейстера, ты ездишь, успешно выступаешь на чемпионате мира среди мальчиков до 18, и потом ездишь на женский чемпионат мира. Ну, как спустя несколько лет Holy Fine спокойно становится уже чемпионкой мира среди женщин, ну, вот когда она уже там следующая какая-то отборочная проходит. И тут выясняется, почему я, например, говорю про вот эту дурацкую систему организации, что у Holy Fine, у нее уже приличный рейтинг, ее зовут турнир среди мужчин, да, там, ну, она там играет. И, естественно, как кульпоу профессиональный шахматист, у тебя есть какие-то договоренности, что вот я обещаю, что я сыграю в этом турнире, там, не знаю, который будет через полгода. Ну, а женский там календарь, он как-то строится не так вот гладко, да, как мужской. И тут выясняется, что вот сейчас будут вот этапы женского, ну, отборочного вот этого цикла. И Holy Fine такая, слушайте, а у меня уже договоренность, я уже должна играть в этом турнире, должна играть в этом турнире, почему вы ставите это в одно время? Ну, как бы, вот. Ну, и она пропускает, да, пропускает какой-то чемпионат, и после этого, в общем-то, говорит, что, ну, я так не могу, да, я отказываюсь играть вот в такой системе. Пока вы не поменяете, я не буду здесь играть. Ну, в Иране она отказывается, там, по другим причинам здесь, потому что вот такая система. И по факту вот мы сейчас имеем чемпионку мира по шахматам, про которую никто не знает, все знают про Holy Fine, но кто-то немножко хотя бы интересует шахматами, потому что она на самом деле молодец, мне 23 года, она вообще несколько лет училась, там, заканчивала университет, не занималась сильно шахматами, тем не менее, там, очень успешно играла. Ну, и сейчас закончила такая, все, я сейчас буду играть в шахматы серьезно. И вот буквально там месяц назад был супер турнир в Билли, ну, где играли, не знаю, 10 примерно очень крутых шахматистов. А Holy Fine, там, у нее там рейтинг не такой большой был, ну, то есть она там бассейная под восьмой номером, она занимает уверенно второе место. Вот, то есть она, там, на равных играет с чемпионами мира, сейчас она будет участвовать в, ну, отборочном к мужскому чемпионату мира. Ну, полгода уже добивалась участия в мужском чемпионате мира, она там не прошла, там, в финал она не получила права, там, не добилась, не стала претендентом, да, но, тем не менее, как бы она была первой женщиной, которая пробилась. Вот Holy Fine сейчас тоже там участвует во всех этих турнирах. Ну, разница между ними в том, что, например, Юдит Полгар как бы сознательно не участвовала в женских турнирах, ну, как бы, а Holy Fine, по-хорошему, у нее сейчас даже не всегда получается, то есть там, она в них участвовала, чего-то добивалась, но это так все строится, что у тебя, как бы, выбор, да, то есть если ты хочешь развиваться, играть в мужских, то часто это будет просто пересекаться, да, то есть ты женщина, играй себе ты женщина. Ну, и по-хорошему, на самом деле, вся эта система абсолютно не нужна, да, то есть, как бы, все это деление, если его отменить, как бы, это было бы лучше для девочек. Ну, то есть они бы лучше развивались, да, и бы лучше тренировали, как бы, большая конкуренция, ну, и в целом, как бы, вообще непонятен смысл этого деления, да, то есть, как бы, он на самом деле не очень понятен, там, и в других видах спорта, да, но вот здесь вот эта вот якобы забота о женщине, о том, что она не справится с мужской конкуренцией, но она вообще не удерживает никакой критики, потому что мы знаем вот эти вот примеры, когда люди хотят, да, и начинают участвовать, они добиваются таких успехов. Ну, а во-вторых, женщин становится в шахматах все-таки больше, да, то есть сейчас, ну, и по закону, просто, там, не знаю, больших чисел, да, ну, там, рано или поздно, вот такой вы, Фаня, вот еще там следующие китаянки, ну, это еще многомер по шахматам, сейчас тоже китаянка, да, вот, еще какие-то там девочки, они просто, ну, сейчас современные там шахматы, они очень компьютерные, да, и у тебя есть ко всему этот доступ, тебе даже не обязательно, вот, роль тренера, она важна, но сейчас вообще другие шахматы. То есть гораздо проще научиться даже самому, да, то есть как бы со временем, вот, я думаю, еще сколько-то лет, это все отменится. На самом деле, я уверена, что это нелось бы и раньше, если бы у нас не была вот эта вот организация ФИДЭ, которая управляет кирсовыми дружинами, да, вот, прекрасно. Кто управляет? Кирсовыми дружинами. Ну, это да. Он управляет всемирной… Шахматной федерацией, да. Это, ну, какой-то, ну, выходиться из… Ну, он русский, слушай, ну, это… Про него большая история. Это вот человек, который там с осадом встречается, там… Да, он знает. Про инопланетян чего-то так сказать. Да, он человек, который… Кирсан Юджин. Ильюмжин. А, Ильюмжин. А, всё, я знаю, да. Это же это… Ну, вот, вот, возглавляет ФИДЭ. Да-да-да-да. Веста, это вот, он там строил шахматный дворец, вот там шахматный центр, который в итоге… Ну, как бы… В общем… Вот. Вот эта ситуация с женским шахматом. Но, как бы, что хорошее, что… Вывод, да, есть какой-то… Извините, я уже вас, мне кажется, сильно задержала. Вот. Вывод, который можно там хорошее сделать, что… Вообще, на самом деле, ну, как бы, да, вещи не делаются быстро. Да, для того, чтобы что-то там менялось, там, нужно очень, во-первых, как бы, вот эта вот система неповоротливая, люди с ней сталкиваются, понимают, что нет, мы не хотим в такой системе быть, мы хотим что-то сами делать, да. То есть, там, ну, как бы, я как тренер сама, ну, просто не распространяю все эти стереотипы, да. То есть, там, ко мне приходят девочки-маночки, мы никогда не были девочке, что… Ты же девочка, тебе это не так важно. Нет. Ну, как бы, абсолютно одинаковые отношения, да. То есть, вот, у тебя такой же объемной работы, как у мальчика, ты точно так же будешь играть. Я своим говорю, что, вот, есть, например, я уже рассказывала про белую ладью, да, там, девочка, допустим, очень сильная, она, например, заняла первое место в первенстве школы, ее поставили играть на доску среди девочек. Я в такой ситуации своим говорю, если девочка заняла первое место, она играет на первой доске среди мальчиков, да. Вот мне не важно, что пусть у нас там на доске среди девочек играет, там, кто-то очень слабый, но вот она заняла первое место. Она достоинна, чтобы играть на первой доске. Почему вы должны идти на последнюю доску? Потому что у вас девочка? Ну нет. То есть вы, мальчики, должны стараться. Если вы хотите играть на первой доске, старайтесь. И девочки тоже. Вы можете играть на первой доске. Да, пожалуйста. Все в ваших руках. То же самое, родителям еще что-то. Здесь еще важный момент, что на самом деле девочки, их так воспитывают, что они более усердные. То есть мы, не знаю, девочек, не знаю, они более послушные в силу воспитания. Как их воспитывать. С ними, на самом деле, легче работать. Мне, как тренеру, с девочками гораздо проще достигать каких-то вещей. Очень часто бывают ситуации, в семье, допустим, папа шахматист. Шахмат – это такой спорт, он очень такой, ну, замкнутая штука. У тебя папа играл, дедушка, как, не знаю, ну, или куколома. И тебя тоже там с детства просто во все это окунают, все, мы пойдем в шахматы. То есть есть кто-то приходит, то есть там важность шахматных вот этих традиций, она там очень велика. И очень часто там бывает ситуация, там какой-то там папа хорошо играет шахматы, не знаю, уже первого разряда, допустим, и у него там двое детей, мальчик и девочка. Ну и мальчик там с самого детства, так, пойдем заниматься шахматами, все, не получилось. Ну и ребенок такой, не-не-не, все, я не пойду, я не хочу, ты слишком. А девочка, ну, вроде как сама, там, что папа делает, в интернете играет, пойду посмотрю. То есть папа такой, так, с сыном не получилось, ладно, давай с дочкой. А с дочкой получается, ну, потому что там, вот как бы она там, ей интереснее, в нее там, ее так не заставляют, да, ну, то есть, и часто получается, что на самом-то деле, вот из девочек потом больше получается, как бы вообще возможности что-то там добиться. Ну, есть даже тренеры такие, которые специально с девочками занимаются, потому что с ними проще на диск. Вот, но я это вот к тому, что вообще какие-то вот такие вот, приводите своих девочек в шахмат. Спасибо.